А чем-то кроме плавания увлекаетесь еще каким-то видом спорта? Потому что вот у нас болельщики спрашивают, вот вы как из Запорожья, болеете ли за металлург запорожский или вот в общем футболе или чем-нибудь еще? Ну я футбол люблю смотреть, да, на стадионы не часто хожу, но бывает такое, что хожу. К своему стыду я болею не за запорожский металлург, вот, и даже не за киевское Динамо. Я болею за Донецкий шахтер, вот, мне нравится как они играют, только поэтому. И может быть я просто еще мало в Киеве живу, чтобы духом Динамо пропитаться, поэтому мне еще нравятся виды спорта. Знаете, есть виды спорта, которые нравится смотреть, а есть виды спорта, которыми нравится заниматься, это разные виды спорта. Чем нравится заниматься помимо плавания? Мне нравится, мне нравится маленький теннис, да. Мне нравится... Маленький это пинг-понг? Да, да, то есть это достаточно динамичный и буквально через там 15-20 минут ты уже мокрый как мышь, то есть он такой, он хорошо держит в тонусе, помогает держать в тонусе организм. Мне нравится баскетбол, хотя, ну заниматься, да, хотя был такой случай, когда я занимаюсь баскетболом, он сломал себе руку и из-за этого у меня были проблемы с выступлением на чемпионате Европы, на юношеском. Тем не менее, мне это не отвернуло от баскетбола. Вот. В общем-то, все. Нравится кататься на велосипеде. А вот, кстати, как поддерживаете себя в тонусе после того, наверное, когда ушли немножко от плавания, да, именно от постоянных тренировок? Как сейчас удается себя держать в спортивной форме? Ну, опять-таки, тем же спортом. Знаете, на меня очень произвело большое впечатление, когда я приехал на чемпионат Европы среди ветеранов, вот недавно он был в городе Ялте, и там выходили на старт мужчины 70-80 лет, там даже были дедушки 1919 года, 21 года, да. И я смотрел на них, и я просто не мог поверить, то есть там выходили Аполлоны, они, особенно вот где-то 50-60 лет, им просто никогда не дашь, то есть у них ничего не висит, мышцы не висят, шкура, кожа не висит, они обтянуты, они подтянуты. То есть я посмотрел, это действительно результат того, что они занимаются спортом. Не обязательно там это чисто плавание, это просто здоровый образ жизни, это просто спорт. Вот. Поэтому меня это так воодушевило, что я еще раз убедился, что действительно спорт это, то есть здоровье это одна из тех вещей, которые не купишь за деньги, да. И спорт помогает продлить и жизнь, и получить удовольствие от этой жизни. А вот это здоровый способ жизни. Вы себе, когда, наверное, были спортсменом, многое не позволяли, когда вот уже ушли из большого спорта. Есть ли какая-то возможность там, не знаю, нарушить тот спортивный режим, или бокал вина себе позволить, или что-то покушать более такое, чего нельзя было во времена спортсменов? Ну, бокал вина выпить я себе мог позволить и во времена, когда занимался спортом. Если речь идет о бокале вина, знаете, а не о девяти бокалах пива. Вот. Поэтому, как бы, я таким особо и не увлекаюсь, то есть, чтобы там пить до тех пор, пока уже упадешь лицом в салат, да. И, как бы, мне всегда нравилось там вкусное вино, да. Вот. Либо, там, выпить, там, какой-то коктейль, да. Вот. Я не получал удовольствия от, там, не знаю, может, я не распробовал, там, коньяк в свое время, да. Или, там, мне не нравятся, там, даже, горячительные какие-то напитки, водка, да. У меня нравятся такие слабоалкогольные, но вкусные напитки в небольших количествах. А кушать что любите? А кушать люблю, не привередливо абсолютно в еде. То есть, все, что вкусно. Мне, не знаю, любимая еда, это, можно сказать, там, бабушкина жареная картошка с салом. Лучше любых суши. Часто, кстати, удается вот просто побыть семьей, тоже съездить в Запорожье к бабушке? Или вы сейчас настолько занятой человек, что такого уже все нет времени? Ну, не скажу, что часто, да, но где-то стараюсь, там, раз в три-четыре месяца приезжать в Запорожье, тем более, что я и различные, там, делаю проекты, да, как бы и социальные, и благотворительные, вот, и просто увидеться с друзьями, с родными, да. И вот там уже я, там, ем то, о чем так всегда мечтал, когда я приезжаю, особенно к маме, она уже не знает, что приготовить, да, и куда посадить. А вот вы, кстати, во многих интервью говорили, что ваша жена, это такая ваша муза, ваша поддержка, без нее бы вы никуда, а вы, вот, какой человек интересный в семейной жизни, можете немножко вот себя раскрыть, какой вы изнутри, действительно, домашний, семейный? Не знаю, наверное, эгоист, может, все-таки, я не хочу себя хвалить, вот, но я хотел бы быть лучше семьянином, чем я есть, то есть больше уделять внимания и жене, и больше уделять внимания вообще семье своей. А кто для вас самый-самый близкий сейчас человек? Моя жена, то есть, да, и дома, и на работе, и на отдыхе, я все время со своей женой. Не устаете друг от друга? Нет, вы знаете, когда она за меня вышла замуж, это был 2002 год, я тогда активно занимался спортом, а закончил в 2008 году. Вот эти вот 6-7 лет она просто жила в ожидании, когда я закончу, да, и мы уже сможем насладиться нашим уединением, ну, чтобы мы были вместе, знаете, вот такое вот. А сейчас, то есть, мы и работаем вместе в одном фонде, да, на директор фонда, вот, и дома вместе, и, ну, слава Богу, что мы умеем переключаться, то есть, на работе, о работе, дома мы совершенно о таких посторонних темах разговариваем, вот, на отдыхе, то есть, у нас всегда есть о чем поговорить. Приятно вспомнить о том эпизоде, 15 лет минуло, как вчера все это было, да, а вопрос у меня следующего порядка. Как вы поверили в свои силы и в реальность достижения своей высокой мечты завоевать в медально-олимпийских играх? Заранее благодарен Толе. Вот, Толе. Анатолий, приятно, да, 15 лет, это, получается, когда это было? В 1996 год. 96-й год, это или перед олимпийскими играми, или после олимпийских игр, наверное. Ну, говорит, предолимпийский сбор был, значит, перед олимпийскими играми. Как я поверил в свои силы, ну, я не скажу, что я такой самоуверенный был всегда в своих силах, и каждый раз, выходя на старт, я боялся. Я боялся, но я умел настроиться на работу и на борьбу. То есть, я выходил, и перед стартом я всегда старался себя успокоить, то есть, очень хорошо успокаивает, это такая, там, небольшая дыхательная гимнастика, то есть, я делал вдох, там, задержка дыхания и выдох. То есть, я старался привести, там, свое тело в такое спокойное состояние, чуть ли не, там, пред, такое, сонное, да, вот, и вот в таком состоянии, там, быть до самого старта. Вот, потом выходил на старт, и уже, там, пару прыжков, пару движений руками, размахивая, я уже приводил себя в тонус, чтобы, на самом деле, самая сильная мышца, это когда она расслаблена. Вот, поэтому, когда ты выходишь в таком напряжении, постоянном, на мандраже, таком, вот, я не думаю, что можно будет показать максимальный результат. Да, хорошо проплыть, но не максимально. А вот, когда ты выходишь полностью расслабленный, и уже собираешься непосредственно на тот момент, когда ты выходишь, становишься на тумбочку, да, и тогда уже, действительно, можно рассчитывать на хороший результат. А, конечно же, я сам себя старался настраивать на то, что мне безразлично, кто будет со мной стоять рядом, и я просто целый год готовился к этому старту, мне просто будет жалко. Я не прощу себе, если я проплыву, и у меня останутся еще силы, я выйду на бортик после старта, да, после дистанции, скажу, а я же мог еще быстрее. Вот, я никогда себе такого не позволял, и когда я выходил с бассейна на бортик, вылазил, то у меня практически не оставалось сил даже это сделать, чтобы вылезти. Редактор субтитров А.Семкин